40% своих кредитов Банк Развития Казахстана планирует выдавать в тенге. До такого объема ссуды в национальной валюте финансовая организация собирается дойти в течение пяти лет. Об этом интервью нашим журналистам в кулуарах 7-го Астанинского экономического форума сообщил исполняющий обязанности председателя правления банка Аскар Дустияров. От долларовых кредитных портфелей банк отказываться не будет. Тем не менее, частичный переход на тенге позволит снизить риски после девальвационных процессов. Стратегия развития холдинга «Байтирек» на ближайшие 10 лет. Инструменты поддержки отечественного МСБ и инфраструктурных проектов. А также планы Банка Развития Казахстана по частичному переходу кредитованию в тенге. Это тема панельной сессии о роли холдинга «Байтирек» в развитии нашей экономики. Мы проанализировали деятельность организации, которые вошли в состав холдинга, те государственные программы и задачи, которые стоят перед нами по реализации их и определили для себя пять стратегических направлений. Это развитие инноваций и новых технологий, поддержка экспорта несырьевых отраслей экономики и также решение социально ориентированных задач государства, в частности, поддержка развития ипотечного рынка. А финансовую поддержку «Байтирек» намерен оказывать в виде долгосрочных и дешевых суд через Банк Развития Казахстана. Для этого, конечно же, нужно нарастить кредитные и инвестпортфели. Первый за 10 лет должен подрасти в 8 раз с прошлогоднего объема в 816 миллиардов тенге до суммы почти в 7 триллионов тенге. Не менее внушительные надежды связаны с притоком инвестиций. С нынешних 23 миллиардов тенге до 335 миллиардов к 2023 году. Роль Банка развития, в том числе в финансировании и в развитии долгосрочных и инфраструктурных проектов, которые требуют не дорогое финансирование, а долгосрочное финансирование. Поэтому холдингом перед банком поставлена очень амбициозная задача увеличить составляющие тенговых займов для наших заемщиков. По завершении сессии был подписан меморандум о сотрудничестве между Казахстанским центром сопровождения государственно-частного партнерства и Международной финансовой корпорацией. Этот документ позволит привлечь инвестиции в инфраструктурные проекты и проекты государственно-частного партнерства. Будет очень сильное развитие ДТП во многих секторах, не только как мы привыкли в инфраструктуре, но и даже в социальных секторах. То есть это тоже хорошая ниша для малого и среднего бизнеса. То есть для того, чтобы развивать индустрию, для того, чтобы развивать инновационную индустрию, нужно долгосрочный, стабильный, понятный финансовый ресурс, который может получить предприятие. Асилу Кусейнова, Омир Бек и Зимов, Жадрани Себекова, Астана.